В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. В Расторгуеве состоялась еженедельная встреча главы Ленинского городского округа Станислава Катарова с жителями в формате выездной администрации. Меня очень радует и дает мне оптимизма. Вопросы решаются. В Бутовской школе номер один открыли парту героя. Парта героя предназначена для того, чтобы мы могли равняться на таких людей. В кинотеатре «Искра» состоялся финал конкурса художественного и декоративно-прикладного творчества «Пасхальная радость». Работа действительно очень хорошего качества. И когда жюри работало, было очень жаркое обсуждение некоторых работ. Формат выездной администрации все больше завоевывает популярность у жителей Ленинского городского округа. Во время таких встреч посетители имеют возможность напрямую задать свои вопросы главе муниципалитета, его заместителям и руководителям профильных служб. Послушал, что волнует людей и Максим Козлов. Очередной раунд проекта «Выездная администрация» прошел во втором корпусе пятой школы, который расположен в Расторгуевской части Видного. Судя по наплыву посетителей, такой формат пользуется все большей популярностью у людей. «Очень неплохо. Я первый раз, честно говоря, участвую в таком, как говорится, мероприятии. Человек слышит, видит, и он действительно все фиксирует. И надеемся, что это будет очень такой вопрос реализован. Большинство посетителей приходят на встречу с руководством муниципалитета, подготовленными, с необходимыми документами, справками и даже картами. И разговор ведут спокойно и размеренно. Но бывает и так, что страсти кипят. Вы знаете, что у нас везде стоит дорожный знак. Начинают из Майлова и кончают там Расторгуево. Форум нельзя. Хотелось бы открыть пиос. Аптечный. Там сигареты. Все. Это все должно быть закрыто. Не понимают они, значит, они должны съехать с этого павильона. Стоит отметить, что не только с просьбами и пожеланиями приходят на выездную администрацию местные жители. Например, Елена Семенова, ведущая диалог с заместителем главы округа Татьяной Каляминой, здесь совсем по другому поводу. Я пришла поблагодарить Татьяну Николаевну. У нас в подвале надо было заменить водозамерный узел. В феврале месяце она к нам приезжала, я к ней обратилась. И вот нам сейчас делают этот водозамерный узел новый. Очень часто сразу несколько человек приходят с одним и тем же вопросом. И тогда приходится проводить небольшую лекцию, например, по использованию одного из сайтов, предоставляющих государственные услуги. Возможно, что вы просто адрес чуть-чуть не так вбиваете, и он не попадает у вас. Потому что там своя система внесения адресного реестра, и вы можете просто чуть-чуть не попасть. Вторая и главная часть выездной администрации – общение с главой округа Станиславом Катаровым. Здесь нет запретных тем, а распоряжение заняться вопросом, с которым пришел человек, профильные заместители главы получают тут же. Жители в 2019 году участвовали в голосовании за благоустройство сквера при областном финансировании. И выиграли голосование. Большая просьба вас помочь. Андрей Владимирович, смотрели? Все ногами прошли, посмотрели, договорились, что мы его изучим, и уже на следующем выездном мероприятии обсудим и расскажем про наше видение. И в беседе с главой Ленинского городского округа местные жители не только просят содействия в решении тех или иных вопросов, но и приходят с благодарностью за уже сделанное и реализованное. Меня очень радует и дает мне оптимизма. Вопросы решаются. Видновчанка Елена Борежа из тех людей, кто неравнодушен к родному городу. На такие встречи она приходит постоянно, потому что знает, что у каждого диалога обязательно будет продолжение. Мне очень нравится такой формат, что любой житель города Видное, Ленинского округа нашего, может прийти и задать вопрос как замам, так и главе. Как правило, эти встречи потом продолжаются уже официально в кабинете, в спокойной обстановке, и решение все-таки находится. Встречи с жителями в формате выездной администрации проводятся еженедельно. Максим Козлов, Алексей Астафуров, Гульнар Балаева. Видное ТВ. Герои никогда не умирают, герои живут в нашей памяти. Именно с этих строк стихотворения Станислава Прохоренко началось открытие девятой парты героя в Ленинском городском округе. Ее установили в Бутовской школе номер один. В дань памяти участника Великой Отечественной войны, пулеметчика Виктора Варгина. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ При поддержке «Единой России» в Ленинском городском округе продолжает реализовываться проект парта героя. В этот раз она посвящена солдату Красной Армии, пулеметчику Виктору Ивановичу Варгину, нашему земляку, родившемуся в поселке Боброво. Заместитель главы муниципалитета Иван Гетман напомнил, как важно не забывать о цене подвига каждого солдата, не пришедшего с поля войны. Мир и справедливость всегда будут основой нашей с вами жизни. И героизм, он навсегда останется в нашей памяти и будет напоминать нам о цене свободы и мира. В Бутовской школе номер один работает военно-патриотический клуб «Патриот», участники которого взяли под личный контроль состояние памятника павшим героям. На нем высечены имена солдат, не вернувшихся с полей сражений. Среди них и Виктор Варгин. В будущем в Бутовской школе такие парты героев планируется поставить в каждом классе. Виктор Иванович – это уроженец деревни Боброво, тогда еще Ленинского района. Поэтому для нас большая честь, что именно эта парта нашего земляка будет у нас в школе. Мы когда взяли под опеку памятник, мы начали искать информацию по данных героев, которые указаны на памятнику. И по Виктору Варгину мы нашли больше всего информации, поэтому решили начать свой проект именно с него. На сегодняшний день нужно сохранять память, подпитывать ее, патриотизм поднимать наших детях. Заместитель председателя Совета депутатов Ленинского округа Валерий Черников отметил, как важно равняться на наших героев. Быть такими же самоотверженными и помнить, что будущее страны в наших руках. Парта героя, она предназначена для того, чтобы мы могли равняться на таких людей, стремиться быть похожими на них. И знать, что от каждого из нас, пока мы маленькие, пока мы большие, взрослые, зависит наша судьба страны и наше будущее. Виктор Варгин родился и вырос в Ленинском округе. С эшелоном Бутово-Видное он отправился на войну. В Можайске был распределен 158-ю стрелковую дивизию. 2 октября 1943 года Виктор Иванович встретился с диверсионным отрядом и героически погиб, отстаивая честь и свободу Родины. Люди не должны забывать своих героев и они должны помнить, ведь только когда память жива, то и живы мы. Очень важно помнить именно нашему поколению, потому что пока мы помним об этом, это не повторится. Новая открытая парта героя станет неразрывной связью поколений с его героическим и отважным прошлым. А за партой имени Виктора Варгина по традиции будут сидеть самые достойные ученики. Инга Инчук, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ Сегодня у нас в гостях врач-терапевт Видновской клинической больницы Ширина Раева. Тема нашей встречи – профилактика артериальной гипертензии. Ширин, здравствуйте. Здравствуйте. И для начала я бы хотела, чтобы вы рассказали нашим телезрителям в общем об этом недуге, что это за болезнь. Вообще артериальная гипертония на сегодняшний день очень актуальна заболевание, как для врача, так и для пациента. Артериальная гипертония – это серьезная патология, которая порождает сосуды в организме. Здоровые люди тоже подвержены колебаниям артериального давления. Во время сна, период покоя у человека давление снижается, это в норме. И в период физической нагрузки, когда человек курит, и при стрессовых обстоятельствах, ситуациях, артериальное давление у нас повышается. Но это кратковременное повышение колебания артериального давления, которое со временем приходит в норму, то есть к исходному уровню. А гипертоники, которые уже болеют артериальной гипертонией, у них происходит резкое колебание давления. И, соответственно, гипертоническая болезнь оставляет очень такой тяжелый след за собой, приводит к некоторым нарушениям, такие как снижается зрение, сосуды теряют эластичность, нарушается функцию почек из-за давления на них, нарушается частота сердечных сокращений, нарушается кровообсажение самого сердца. Вообще артериальная гипертензия зачастую проходит бессимптомно. То есть нет никаких признаков? Да, может быть такое, что человек себя прекрасно чувствует. Просто человек говорит, у меня какая-то слабость, голова кружится, когда мы уже измеряем давление, там 140 и выше. Есть первичная профилактика, есть вторичная профилактика. Первичная профилактика, она направлена тем лицам, которые имеют отягощенную наследственность, что родители страдают гипертонической болезнью. То есть такое может быть, что болезнь передается по наследству? Конечно, конечно. Даже могу сказать, что 100% это может, да. Лица уже подвержены. Лица нужна первичная профилактика лицам, которые имеют пограничные цифры артериального давления. То есть эти люди должны состоять на диспансерном учете у участкового терапевта, постоянное наблюдение, своевременное лечение заболеваний сердечно-сосудистых систем, неврологические заболевания, мочевыделительные системы. И придерживаться рекомендациям врача. Отказ от курения, уменьшение потребления спиртных напитков, уменьшение потребления соли, не более 5-6 грамм тень. Включить в рацион питание продукты, богатые калием, кальцием, натрием. Это черносливы, изюм, курага, фасоль, петрушка и так далее. Борьба с ожирением. То есть если человек страдает ожирением, нельзя ему резко скидывать вес. То есть нужно постепенно, в месяц нужно снижать вес 5-10%. А профилактика для тех, кто уже страдает этим заболеванием? Это вторичная. Возможно это улучшить? Конечно. Это вторичная профилактика. Она направлена тем пациентам, к которым уже выставлен им диагноз гипертоническая болезнь. То есть профилактика направлена на снижение уровня артериального давления, на профилактику осложнения других органов, на медикаментозное лечение. Это подбирается лечащим врачом. И немедикаментозная терапия. Это физиотерапия. Получается борьба с гиподинамией. Это физическая культура, прогулка на свежем воздухе. И психотерапевтические аутотренинги, тренинги. Ширин, хотелось уточнить, кто все-таки в группе риска и возрастные ограничения? То есть может быть вы как-то отмечаете это помолодело или наоборот? В группе риска стоит мужчины 35-50 лет, женщины после менопаузы, женщины, которые принимают препараты, эстроген-содержающие препараты. В группе риска относятся также пациенты, у которых есть атеросклероз сосудов головного мозга, пациенты, которые страдают с болеванием почек, пациенты, которые страдают сахарным диабетом, у кого нарушена нормализация сна, то есть сон и бодрствование. Вот эти люди входят, ну и кто имеет вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя. И может быть какая-то первая помощь при резком скачке давления, когда человек не знает о том, что он подвержен артериальной гипертензии? – Самостоятельно мы дома ничего не делаем, сразу вызываем скорую, если мы уже не можем дойти до врача или же доходим до врача, и, соответственно, сдаемся анализы и придерживаемся рекомендациям лечащего врача. – Спасибо большое, Ширин, что пришли к нам в студию. А я напоминаю, что у нас сегодня в гостях была Ширин Араева, и тема нашей встречи была – профилактика артериальной гипертензии. В библиотеке номер два открылась фото-выставка Владимира Меньшова «Герой Советского Союза» Василий Молоков. На 53-х снимках героические моменты из жизни легендарного лётчика, рассказывающие о его невероятном подвиге и жизненном пути. История парохода Челюскина и операция по спасению его пассажиров – пример патриотизма и отваги. Эта трагедия со счастливым концом потрясла весь мир. За движением корабля следила вся страна, за этой экспедицией следила вся страна. В 1934 году в невероятно трудных условиях Заполярья с затонувшего парохода Челюскин Молокову удалось эвакуировать на своём самолёте 39 человек. Молодое поколение должно знать о земляках-героях, поэтому школьников и приглашают на такие экскурсии, одна из которых на днях состоялась в библиотеке номер два. Молоков потерял отца в 9 лет, и ему пришлось идти на табачный завод в этом возрасте и работать. Вот то есть этот человек потом только пошёл когда-то в школу, его обучили, он стал таким вот умелым. Интересно узнать много нового, интересно посмотреть фотографии, которые раньше я не видела. За успешное осуществление Челюскинской операции Василию Молокову вместе с другими лётчиками выпала честь стать первыми в стране героями Советского Союза. В честь легендарного лётчика было переименовано село Ирининское, ныне село Молоковское. Я здесь живу совсем недавно, поэтому вся информация для меня абсолютно нова. Экскурсия подготовлена великолепно, безупречно, и такая большая информация так грамотно построена. Библиотека номер два на улице Завидной активно сотрудничает с историко-культурным отделом. Организовывают фотовыставки об истории Ленинского округа. В этом году это уже третья экскурсия. Следующая экспозиция будет посвящена Международному дню защиты детей. В нашей библиотеке ведётся большая краеведческая работа уже на протяжении второго года. Мы очень тесно работаем с историко-культурным центром нашего городского округа. Совместно с ними проводим уроки мужества и вот такие выставки. Сегодня школьники ещё больше узнали о людях, которые по праву могут считаться настоящим примером силы духа и героизма. Олеся Мордвинова, Алексей Астафуров, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В кинотеатре «Искра» состоялся финал открытого муниципального конкурса художественного и декоративно-прикладного творчества «Пасхальная радость». В этом году в нём приняло участие порядка 800 человек. Кто из них стал победителем, расскажет наш корреспондент Юлия Астафёрова. Сотрудники Центра детского творчества «Импульс» вот уже в 24-й раз провели конкурс «Пасхальная радость». Он традиционно проходит при поддержке администрации Ленинского городского округа и Видновского благочиния. Наша вера может стать просто обрядом религиозным, без содержания, если мы не будем держаться этой светлой надежды на восстаниях и веры в воскресение Христова. Заместитель главы Ленинского городского округа Татьяна Квасникова от имени главы муниципалитета поблагодарил организаторов и участников мероприятия за этот чудесный праздник творчества. Хочется сказать слова благодарности в адресы «Импульса», который все это время становится центром и там, где собираются все эти творческие работы, и там, где проходит их рейтинг, вы являются самые лучшие. Спасибо вам, друзья, за то, как вы умеете это организовать, как ведете это уже почти четверть века. По условиям конкурса все работы должны быть посвящены празднику Светлой Пасхи. Ребята успешно с этим справились. Конкурсанты писали картины на эту тему, делали подделки соленого теста и других материалов. Работы представлены в разных номинациях. Это и традиции, приветствие пасхальное, освещение пасхальной еды, накрывание стола пасхального в святой традициях, евангельские истории. Работа действительно очень хорошего качества, и когда жюри работало, было очень жаркое обсуждение некоторых работ. Анна Немцова смастерила объемную картину из соленого теста. На создание работы Аня потратила месяц, потому что тема подделки и техника ее изготовления достаточно сложная. За свое изделие ей дали первое место. Это столе у Иисуса, там он рассказывает про то, что один из его учеников его предаст. Что он с ним очень подло поступит, и его из-за этого бьют. Он рассказывает о страшной гибели, и все 12 апостолов его слушают внимательно. На финале конкурса не только наградили победителей, но и рассказали о воскресении Иисуса Христа. Развлекательно-познавательную программу подготовили творческие коллективы детского центра «Импульс». Когда утром приходила Мария Магдалина и сказала, что гроб пуст, мы с Петром побежали туда и увидели камень и пустую гробницу. Только одни лежащие пелены. Я увидел это и уверовал. Христос воскрес! Христос воскрес! Проведение подобных мероприятий помогает подрастающему поколению развивать в себе духовно-нравственные ценности и узнавать о традициях празднования Светлого Христова Воскресения. Победителям конкурса «Пасхальная радость» вручили дипломы, а от видновского благочиния участники получили сладкие подарки. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ Общий отчетный концерт – одно из важных событий для учащихся детских школ искусств Ленинского городского округа. Творческие ребята со всего муниципалитета собрались в Видном, чтобы продемонстрировать зрителям свое мастерство, талант и то, каких результатов они достигли за весь учебный год. Программа отчетного концерта была ярко и насыщенная. На сцене школы искусств в городе Видное была представлена вся палитра музыкальных инструментов – от классических скрипки фортепиано и аккордеона до аристократичной арфы. Своё исполнительское мастерство показали и учащиеся вокального отделения – пели хором и сольно. Стать участником отчетного концерта для ребят – большой успех. Это некий результат ежедневных репетиций и стойкости характера. Попадают в программу только лучшие. Отчетный концерт детских школ искусств Ленинского городского округа, он, кстати, называется в этом году «Мир, в котором мы живем». Вообще это честь поучаствовать в таком концерте, потому что идет большой отбор, и в концерте принимают учащиеся, которые в течение года становились лауреатами, призерами, и мы их можем сегодня увидеть. А также мы стараемся в этом концерте на сцену пригласить наших выпускников. К мероприятию юные музыканты подошли с большой ответственностью, много занимались в течение года и непосредственно перед концертом. Год прошел очень, так сказать, продуктивно. У меня скоро экзамены, буквально завтра. Концерту мы вместе готовились где-то месяц. Праздны очень движения, и мы должны передать им монстр, что это очень весело так делать. Многие признавались, что учиться в школе искусств и выступать на сцене было их заветной мечтой. Нежные звуки скрипки так сильно впечатлили Екатерину Третьякову, что уже семь лет она не пропускает ни одного занятия. Я смотрела фильм про девушку, которая играет на скрипке. Мне понравилось, я рассказала родителям и стала ходить. Участницы фольклорного ансамбля «Смородина» для отчетного выступления подготовили свой самый любимый номер из их репертуара. Эта песня прямо очень великая, мы с ней занимали гран-при. Она у нас не так давно появилась, конечно, но занимает у нас первое место. Эта песня, мы с ней занимали гран-при на веснушке 2024 года. И там я пою сонно, и мы все очень рады этой песне. Она веселая, она нас радует. Праздник творчества продолжился в фойе школы искусств, где расположилась выставка учащихся художественных отделений. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова